Женщина похожая на Алму Шалабаеву. Именно так нужно называть жену опального банкира Мухтара Аблязова, потому как у этой женщины нет никаких документов, подтверждающих ее личность. Более того, во время экстренной депортации из Италии на родину в мае этого года официальные лица не просили госпожу Шалабаеву подтвердить свою личность. Все документы Шалабаевой остались в Италии, в частности, казахстанский паспорт, который она получила в 2007 году. Следователи утверждают, что Алма Шалабаева в 2012 году сделала себе новые документы в Атырау. Получается, что при наличии паспорта 2007 года, который действительно до 2017 года, какая необходимость Шалабаевой была получать новый паспорт, тем более в Атыраусской области, где она никогда не проживала. Адвокаты супруги Мухтара Аблязова обращались с запросом в ЦОН Медеусского района города Алматы. Им сказали, что паспорт 2007 года, по которому Шалабаева получала политическое убежище, вид на жительство в Латвии и визы, аннулирован в связи с выпуском в 2012 году нового документа удостоверяющего личность. Правда, следствие не может предоставить главное вещественное доказательство. Но обвинение в подделке документов – это полбеды Алмы Шалабаевой и ее шестилетней дочери. Их просто не существует в гражданско-правовом поле, отмечает правозащитник Евгений Жовтис. «Человек не запрашивал паспорта, не получал паспорта, не сдавал старого паспорта, не получал нового удостоверения личности и вообще не присутствовал нигде в пределах видимости всех, кто этим делом занимался. То есть, в каком качестве этот человек сейчас проходит». Вернуться в Италию Алмей Шалабаева и ее дочери не разрешают. Жить в Алма-Ате без каких-либо документов невозможно. А решить этот вопрос ЦОН, похоже, неуполномочен. У себя на родине гражданка Казахстана Алмаша Лабаева не имеет никаких записанных в Конституции прав.